Всем привет! С вами Свордфлейм и сегодня мы посмотрим на карточную игру с персонажами Кутурамы, Гриффина, американского папаши и вроде кого-то еще. Ну знаете, эти мультики компании Адульт Мульт, что-то типа такого. А, еще закусочная Боба. Так, давайте посмотрим у нас меню. Можем выключить только музыку, нельзя настроить громкость музыки. Есть русский язык, множество других языков. Есть, конечно же, магазин. Как мы видим, доллары. Это у нас донат. Ну, это карточная игра, в общем-то. Наверное, в любой карточной игре, компьютерной, подобной, есть донат. Не знаю, я, в общем-то, в карточной игры не играю, но это решил посмотреть. Так как герои известных мультиков, какие-то из них я смотрел, какие-то не особо. Так. Здесь можно в гильдию вступить. Я вступил в какую-то гильдию. Преимущество есть. Имей 5 или более активных участников и заработай на 5% больше монет. Ну, не знаю, как это будет работать, или это самому нужно. Создавать гильдию, у нас есть квесты. Нам нужно одолеть бендера. Создай или выполнив вход в аккаунт Complicate. Вы можете, да, перейти на их сайт, создать там аккаунт. За это тоже какие-то плюшки будут. Давайте проведем одно сражение. Включение. Нет, уже выбрал себе персонажа. Вначале выбирайте персонажа. По-моему, выбор из 5 был только, что очень мало. Потому что в каждой этой вселенной мультики гораздо больше персонажей. Я выбрал Лилу. Вот мне выдаются карты. Молоток, это сколько, дамажит наша карта. Сердечко, это жизнь. В общем-то, все просто. Подобных игр просто тонны. Так, брак положил. Ну, вот мы еще можем, не знаю, есть ли в других карточных играх или нет. Такое, наверное, в каких-то есть. Мы сможем еще несколько карт комбинировать. Тогда будем получать другую карту. Спермонагейзник. Это просто, да. Это просто забавно. Исследовать надо это комбо. То есть мы его не знаем. Его нужно исследовать в лаборатории. Наклешник. Наклешник. Так. Давайте. Оружие карту используем. Потом сгодим. Как мы видим, в общем-то, геймплей очень похож. Что ж, ты если не аналогичен другим карточным играм, что у нас есть дамаг, у нас есть жизни, у нас есть жизни также персонажа, что мы должны уничтожить персонажа, чтобы победить. В данном случае Бендера. И у него сердечко слева сверху. Пять у него жизни осталось. Профессор Фаренсворд. Член НРА. Быстрые тачки. Давайте. Комбинируем. Быстрые тачки. Разыграна редкая карта. Легендарные карты самые сильные демонстрируют всему миру то, что именно ты являешься капитаном собственного корабля. Так. Иди собери деньги. Давай понимаем, какая карта. На, бери деньги. Заткнись тут. Ю-ху, победа. Панетки нам дают. Так. И за выполнение квеста тоже награда. Опыт. 20 здоровяков. Карта. Так вот, магазин. Вернемся к магазину. Так. Донатные вещи. Предметы. Самоцветы можно покупать тоже за донат. Не, не знаю. На них, наверное, тоже что-то покупается. Сейчас посмотрим. Да, за самоцветы можно купить набор. Дает две карты. Одна из которых гарантированно будет редкостной или более высокого уровня. А в одном паке за монеты за тысячу всего лишь одну. Одна карта. Дает 80 гемов. Всего вип-пропуск. 80 гемов каждый день. Плюс здесь есть энергии путешественник. Это автоматический буст. Короче, донатные штуки. Понятное дело. Вообще-то явно эта игра как калька. А если она только вышла, она делась. С какой целью? Прежде всего с целью доната. Срубить баблишко. Арена. Смотрим, что на арене. Добро пожаловать на арену. Обычно арены используют для занятий спортом. Мы же вместо этого будем играть здесь в ботанскую карточную игру. В чем ботанская? Здесь ты можешь сражаться с другими игроками и повысить свой ранг. И разблокировать чертовски классных новых героев для битв. Иди, имя здесь. Это твое имя. Над которым, я обещаю, буду прикалываться только тет-а-тет. Не знаю, давайте возьмем флейм. Раз только шесть символов. А, минимум шесть символов. Тогда мы берем наш ник. Сворд флейм. Сворд флейм, да, все верно. Так, томата-потата. Бонус за серию побед. Не знаю, какая-то растение, цветок, какая-то ветка. Не знаю, как назвать. Ладно, сражаемся. Я не хочу. Томата-потата это, получается, бот или нет? Наверное, нет. Потому что 22 тоже жизни. Блин, а если он какой-нибудь донатер, у него есть крутые карты до шансов. Так. Все уже перестали. О, какая у него карта-то. Так. Компонуем. Навык инвалидизация. Снижает урон от атаки со стороны произвольно-вражеской карты. Похоже, Джо уже нашептал тебе об этом. Какой Джо? Оу. Прикольно. Я не знал, что так будет. Так. Ой, ты из Царя Горы же. Точно. Персонажи. Классный мультик. Так. Давайте возьмем Зойтберга. Из американского папаши какой-то персонаж. Не знаю американского папаши. В общем-то, мало серий видел. Как-то, не знаю. Просто руки не дожди. Невозможно же, знаете, все пересмотреть. Навык джеб. Снижает способность твоего противника к блокированию. А еще я знаю парочку трюков относительно того, как наносить джебы с помощью палки. Блин, еще всякие навыки. Я не знаю, какие они есть. Лучше эта карта, чтобы повысить свою статистику. Крытый комбо. Так. И как мне ее улучшить? Я сейчас ее же не могу улучшить. Так. Я раньше не вылезала от такого. Возьмем на клешника, сделаем. Давай, Зойберг. У нас уже два комбинированных разных Зойберга. Давай, Зойберг, тащи. Не знаю, может это бот? Все-таки или нет? Хотя вроде жизни много. Пока что у ботов не было столько жизни. Еще Зойберг. Там один Зойберг хватает. Я слишком мало видов, наверное, карты. Не знаю. Зависит это от этого, какие попадают или нет. Деньги. 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 Три вида Зойберга. Деньги. Деньги. Почему они у него серые? Интересно. Аня у меня тоже серые. Так. Вышибай сюда. Почти выиграл. Воспитать один Хелс. Продолжай выигрывать, чтобы продолжить серию побед. И бонус. Есть шанс получить. Действуй. Твоя серия побед будет сброшена, когда таймер опустится до нуля. То есть ограниченное время. Так. Что это у нас такое? Сквест. Давайте сразимся еще раз. Это плеер. Да, по идее это против живых игроков. Потому что ники. Так же. Ну было бы странно, да, если бы здесь были только боты. Это все-таки карточная игра. Оу. Карта какая-то Гермеса. Я еще не видел такую карту. Не знаю. Давайте Гермеса заюзаем. Это реально то, что надо. Карта школа. Так. Чем я могу скомбинировать? Могу со спортом его. Могу со спортом его. Могу с деньгами. Бюрократ 3600 уровня. Да, давайте. Я помню мой сканчет. Что-то да, денежный работник или банковский. В серии вроде бы был. Полундра. Навык дюжей блокирует урон наносимой карте. Тебе когда-нибудь приходилось отправляться на битву неподготовленным? Хуже не бывает. О, сразу ударил ему. Показал, кто тут батя. Карточных игр. Хотя я не играю в карточные игры. Ну да. В общем-то они есть прикольные. Не знаю пока как это. Но пока вполне неплохо. Для разнообразия плюс знакомые персонажи. Ну конечно же донатить я бы в это не стал. Это точно. Не знаю, просто выставляю карту и мне пока везет. Так, наземный транспорт. Давайте. Сдаем. Чувак там наверное просто не знает что делать. Я бы меньше половины уже оставил. Он мне еще так ничего и не снес. Так, с наземным транспортом я ничего не могу. Да, если используем фрая тогда. Татуированный толстяк. Ха-ха-ха-ха. Вот это, вот это карта. Давайте пробуем еще одну победу, чтобы набрать уже 30. Видите. Пока везет, так сказать. О, теперь здесь Брайан. То есть против меня будет Брайан. Ну привет, красавица. Сейчас ты играешь тут. Так, сразимся с Брайаном и с Гриффином. Заюзаем фрая. Ты пьян? Или по меньшей мере один из нас? То есть типа он тоже пьян? Так. Нельзя с игрушкой. Только с деньгами вправе. Ладно. Бери деньги отстань от меня. У него больше жизни, чем у меня. Ё. Какой же попался более серьезный противник. Алоис. Используем сперма на ездика. Сперма на езди. Просто эпичное название. Интересно, как оно будет в оригинале. Так. Гермеса. Заюзаем. Время надрать твою загорелую задницу. Белый перст. Да-да. Сейчас мы надерем твой зад. Так. Молодой Гермес. Навык восстановления восстанавливает здоровье каждый раз, когда ты разыгрываешь комбо. Я мог бы воспользоваться и прямо сейчас. Я в забое аж завтрак. Что-то мне везет. Походу, этим игрокам не везет. Я не знаю, либо они наобум вставят карту. Может, я не знаю, это комбинация. Я не знаю, что с ним будет. Так Профиль мой игрока Победы в пвп Что я три победы сейчас выиграл Собранных карт Лучшие навыки Аааа Я могу поменять персонажа Мила, ты можешь вернуть сюда Чтобы в любой момент изменить своего героя Это же стать прикольно Лучшая статистика второго уровня Герои какие-то навыки Еще идут Оу Растигните уровни арены 3 Разблокирование Ну давайте Останемся все-таки на Лили Разблокируйте Разблокируйте защитные карты на арене уровня 6 Окей Так Значит арена Приключения Наши квесты В бой Возвращайся позже Так Колоду Посмотрим Посмотрим Что у нас за менюшки-то остались Разблокирована функция Несколько колод Кликните колоды 2 Чтобы воспользоваться ей Начни заново со всеми доступными картами Создай особые колоды Для вызовов и событий С помощью фильтра Ты можешь выбирать разных героев Для различных колод Поздравление Так Ого Это же мифическая карта Продолжай играть Принимать участие в событиях И зарабатывать фрагменты Чтобы создавать их Или просто надень штаны Это тоже вариант Надень штаны Так как мне это поможет Или вы предлагаете заданатить Это архив Хип-карт Как их передвигать А Двигаясь Направо мышкой Так Не очень удобно Фильтр Редкость Так Короче в этом меню похоже можно Колоды комбинировать Свои У меня включена автоколода Очень понятно Следование Почти достаточно для 7 чашек кофе И С кем Например Справим 20 гемов Хорошо Исследовать Давайте исследуем А Получается Тоже Заткнись И Бери Деньги Так С гермесом Недостаточно Гемов Как Получить Ага Донат 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 Нет Донат 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 Мы не будем А здесь тоже Вот есть магазин Есть также Мейлбокс Предметы Что такое Вызовы Достигнет Третьего уровня Чтобы Разблокировать Вызовы Следовать Комбо Как У меня Исследовать Комбо У меня Нету Уже Нет Гемов Я не смогу Сейчас Ничего Исследовать Ну Ладно Ну Что В общем Что Мы Посмотрели На Эту Игру Неплохая Альтернатива Бесплатная Наверное Другим Карточным Играм Ну Как Наверное Причем Я говорю Наверное Потому что Я вообще Не играл В другие Карточные Игры Но Скажем Так Она Не выглядит Слишком На таком Же Уровне Что Ли Дорогом А Вообще Она Бесплатна Да В ней Есть Донат Вы можете Не Донатить То есть Вы можете Бесплатно В нее Поиграть Попешиться Посмотреть На арты Знакомых Персонажей В общем Достаточно Прикольно Так что Здесь Можно Позависать Пару Вечеров А то И больше Смотря Как Будет Развиваться Эта Игра Если Она Конечно Будет Развиваться А не Остановится Только На Выкачке Ваших Денежат С донатом Ну Что Ж А на Этому Это Видео Закончим С вами Был Сварт Флейм Если Вы Хотите Видеть Больше Видео То Подписывайтесь На Этот Канал И Оставляйте Свои Комментарии Всем Удачи И Пока